Сегодня я хочу начать с книги пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. Знаменитые такие грозные слова пророка. Лукаво сердце человеческое, более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его? Я прочитаю этот стих в современном переводе Библии. Так звучит. Коварно сердце человеческое, оно неисправимо. Если у нас в синодальном переводе говорится, что крайне испорчено, то в современном еще резче. Неисправимо просто. То есть что бы ты ни делал, никак его исправить не можешь. Как Павел говорит, желание добра есть во мне, но чтобы сделать онного, того не нахожу. Никак не могу исправиться. Кто может знать его? Как же узнать наше сердце? Кто же может его знать? Где же такой врач, который может точно поставить диагноз? Потому что без точного диагноза как его вылечить-то? Десятый стих. Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. И еще хочу открыть один стих из Ветхого Завета, из книги «Экклезиаст». Книга «Экклезиаст», 9 глава. Показывает тут что-то? «Экклезиаст», 9 глава, 3 стих. И вот что пишет здесь проповедник. «Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем». Я думаю, каждый когда-то был на кладбище, и когда ты ходишь среди памятников, среди надгробий, ты понимаешь, что здесь совершенно разные люди, прожили совершенно разную жизнь. А в итоге все лежат тут. Одна участь всем. Вот именно об этом пишет проповедник «Экклезиаст». Смотрите, одна участь всем. «И сердце сынов человеческих исполнено зла и безумие в сердце их, в жизни их, а после того они отходят к умершим». Здесь «Экклезиаст» говорит из-за того, что все как бы заканчивается могилой, многие люди не видят смысла в честной, в праведной жизни, а считают, что, ну, можно жить и так, как получается, чтобы тебе было выгодно, и в конце концов наше сердце исполнено зла и безумие. Безумие в нашем сердце. Вы знаете, когда мы думаем о христианстве и о проповеди мира, то мы никак не можем избежать такого понятия, как грех. И когда вообще само слово звучит «грех», кажется, что-то такое страшное, устаревшее. Ну, как к нам, к людям 21 века, можно применять такие устаревшие понятия, как грех? Что это значит? Я вот хотел бы, чтобы мы сегодня отошли вот от этих, может быть, таких клише, религиозных слов и просто постарались увидеть суть. А что же стоит за этим? Не так давно я услышал одну историю, которая была с известной очень художницей, которая живет в Ягославии, Марина Абрамович. Марина Абрамович. Марина Абрамович работает в жанре современного искусства, ее называют даже бабушкой искусства перформанса. Перформанс – это такое выступление, когда там не статуи и картины, а когда либо сам художник, либо какая-то группа нанятых их людей, что-то делает, что-то изображает. То есть это, скажем так, такое живое интерактивное искусство. Так вот, Марина Абрамович, она им занимается уже более 40 лет, и один из ее первых перформансов произошел в 1974 году. Кого еще не было в этом году? А кто был? Чудесный год, а? Мне было три года, прекрасное время, помню. В 1974 году она сделала такой перформанс в Неаполе, в Италии. Я специально несколько фотографий приготовил с этого перформанса. Вот посмотрите, этот перформанс был в 1974 году, но что интересно, помнят его и разговаривают о нем до сих пор. Хотя вроде бы перформанс был очень простой. Марина Абрамович стояла неподвижно в течение шести часов. Люди, которые подходили туда, их просили делать все, что хочешь. Вот смотрите, вот видите, там фотография стола. На столе было 72 предмета. Были разные вещи, от перьев, цветов, до ножей и даже лезвия бритв. И там даже было заряженное оружие, заряженное огнестрельное оружие. И в руках Марина держала инструкцию, где говорилось, что посетители этого перформанса могут делать с ней все, что хочешь, и не понесут за это никакой ответственности. То есть она там написала, что всю ответственность за произошедшее художница берет на себя. И вот сначала к женщине подходили фотографы. Можно следующую фотографию? Там фотографы ее снимали. Но потом начало происходить нечто ужасное. Вот я вам прочитаю слова очевидца. Начало было сдержанным. Кто-то ходил кругами вокруг нее, кто-то поднимал ей руки, кто-то не отказывал себе в интимных прикосновениях. На третий час перформанса вся ее одежда была изрезана. На четвертый же лезвия начали исследовать ее кожу. После были совершены мелкие сексуальные посягательства на ее тело. Но Марина настолько была предана делу, что не сопротивлялась бы даже изнасилованию или убийству. Видите, к ней могли подходить там, кто-то мог дать ей цветок, кто-то мог ее порезать лезвием. Лезвием бритвы, да? И сама художница вот так об этом рассказывает. Я чувствовала насилие. Они резали мою одежду. Ранили мой живот шипами цветов. У моего виска был пистолет. Когда через шесть часов художница покинула свое место, где она стояла неподвижно, она прошла среди людей, которые вот еще недавно только издевались над ней, и никто даже не мог поднять на ее глаза. И после этого перформанса Марина Абрамович написала следующее. Эта работа доказывает, что в людях есть что-то ужасное. Она показывает, как быстро кто-то может причинить вам боль при благоприятных обстоятельствах. Если создать определенные условия, то большинство нормальных превратятся в реальных насильников. Это к той теме, о которой мы с вами говорили на прошлой неделе. Помните, мы с вами говорили о Третьем Рейхе, о Гитлере? Помните, да? Мы разбирали с вами это. О конформизме мы с вами говорили. Потому что возникает вопрос, ну а как такое возможно, что... Это же не какие-то там дикари-людоеды с Фуджи. Это Германия, цивилизованная страна Европы, где столько философов было, столько музыкантов, композиторов, столько художников, столько писателей, столько поэтов. Ну, ключевая, прямо скажем, ключевая страна Европы, ключевая нация, Германия. Сегодня даже в европейском сообществе она основная. Это как бы финансовый донор, да? И как именно вот эта самая, как казалось бы, просвещенная, интеллигентная страна превратилась в народ фашизма. И там же были разные люди. Что случилось? Что произошло? Библия говорит, что внутри нас, какие бы мы ни были образованные, интеллигентные, культурные, на самом деле не стоит слишком большое значение предавать этому тонкому слою культуры вокруг нас. Вот ты там чистишь зубы, ты там умываешься, одеваешься, но внутри тебя, говорит пророк, сердце твое крайне испорчено. Крайне испорчено. Или в современном переводе неисцелимо написано. Что делать-то внутри? И когда создаются в жизни какие-то благоприятные обстоятельства, вдруг эта тонкая кожура культуры лопается, и оттуда что-то такое демоническое выглядывает. И люди начинают вести себя безумно. Безумно. Когда там же была целая программа по искоренению фашизма в Германии после Второй мировой войны, когда вот этих немцев, которые даже не хотели, но там было такое условие, если хотите получать карточки на еду, вы должны отправляться вот в экскурсии, куда? По концлагерям. И вот эти немцы, выжившие, ездили по концлагерям, смотрели, и они говорили, мы словно в безумии ничего не понимали. У нас как будто глаза открылись. Как будто глаза открылись. А у некоторых, например, знаменитая Лени Рифеншталь, художница, режиссер, которая снимала фильмы, знаменитые фильмы там про Олимпийские игры во время фашизма, про нацистское собрание там было. Так она даже после войны так и не осознала, что творила. То есть насколько эти люди, образованные, культурные, стали совершать величайшие злобы, как будто вот внутри что-то есть, вот это дикое, звериное. Можно даже не употреблять это христианское устаревшее слово грех. Но мы понимаем, что внутри нас живет. Вот эта злоба. Как быть с этим? Мы с этим сталкиваемся постоянно. Я думаю, каждый, кто учился у нас в советских школах, вы сталкивались так или иначе со случаями, когда кого-то в классе гнобили. Были такие вещи? Может быть, это был ты, кого гнобили. Смотришь, вот эти советские дети, воспитанные на таких рассказах, честное слово, на рассказах Аркадия Гайдара, Тимур и его команда. Это сейчас молодежь, она не знает, у нас есть вот Тимур, музыкант, один из лидеров прославления, он идет, я говорю, Тимур, где твоя команда? А он шутки не понял. Ну мы же читали это в детстве все. Тимур-то его команда. А что-то больше походили на Мишку Квакина, чем на Тимура. Как будто, да, это хорошо, мы это понимаем, а в школе гнобили. Я даже сам, когда вспоминаю те времена, я сам никогда не был среди тех, кто гнобит. Не был среди тех, кого гнобили. Но к стыду должен признаться, что нередко я молчал, когда над кем-то издевались. Молчал. А что суваться? Тебя не трогают, и сиди сбоку. Какие мотивы-то? Какие причины были этого? Библия говорит, причина одна. Лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Вот этим можно объяснить все, что произошедшее. Потому что, понимаете, когда это все происходит, эти ужасающие вещи, когда созидаются в нашей жизни такие определенные условия, мне очень нравится, как один богослов Спраул однажды такую вещь написал, когда я, помню, прочитал, меня это шокировало, я даже сначала это как бы не понял, как это так. А потом я, перечитывая, несколько раз осознал, насколько глубокая мысль. Так вот Спраул как-то написал, внутри, в своем сердце, мы намного больше похожи на Адольфа Гитлера, чем на Иисуса Христа. Конец цитаты. Я думаю, как так, как так? В каждом из нас живет Адольф Гитлер. В каждом внутри сидит Адольф Гитлер. Только мы-то этого как-то... Знаете, нет подходящих условий для его реализации. Некоторые говорят, что там власть или деньги портят людей. Они не портят людей, они их раскрывают. Все, что внутри, оно просто-напросто раскрывается. И вот такое происходит. И потом, как многие отказывались верить, их возили по этим концлагерям, показывали, они не хотели верить. Не может такого быть? Глаза-то словно открылись. Кто это натворил? Вы натворили. Кто это сделал? Вы сделали. И это касается не только Германии, всех народов, потому что люди не хотят в это верить, как у нас сегодня, в нашей стране. Многие не хотят верить. Это ложь. Не было. Вот эти десятки миллионов людей, которые в нашей стране прошли через ГУЛАГ. В моей семье. Столько людей, сколько погибли на фронте, сражаясь с гитлеровской Германией, столько же погибло и в ГУЛАГе у нас. Ладно, враги уничтожали, а свои-то, а? Сколько примеров, когда люди, которые возвращались с фронта, побывав там, на Западе, в Европе, приезжая сюда, вместо почести их отправляли в свои концлагеря, а? А теперь говорят, нет, этого не было, потому что люди не хотят признаваться в том, что это было. Не может быть. Как такое было? Нет. Поэтому сегодня даже, наверняка, вы сталкивались с тем, что немало людей отрицают того, что вообще Холокост был, уничтожение 6 миллионов евреев. Не может быть такое, не может, это придумки, потому что, если подумать, 6 миллионов было уничтожено, из этих 6 миллионов, полтора миллиона только детей было уничтожено. Если вы были в Израиле, наверняка ходили в музей Холокост и Яд Вашем, и там есть специальный мемориал, посвященный детям, вот ты идешь, он так сделан был, темное помещение, с зеркалами. И там постоянно читают имена убитых детей. 2 года, 3 года, 4 года. Постоянно читают на разных языках, читают, и ты идешь, и вот там вокруг тебя эти фамилии, вокруг тебя вот эти фотографии замучат. Полтора миллиона там с помощью зеркал так сделано, что просто ты находишься словно среди фотографий и имен детей, которые как-то вот светятся, вот в этом мраке. И были уничтожены этим мраком. И когда вот это все смотришь, ну не может быть, ну не может же быть такое, ну как такое может быть? Это же не когда-то там в средние века, когда люди были дикие, в пещерах там бегали, или еще когда-нибудь там, как мы думаем. Это в 20 веке произошло. Как такое может быть? Пророк говорит, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Они хотят верить. Не хотят верить, что Холокост был, не хотят верить, что геноцид армян был. Сколько сегодня людей сталкиваются, не было такого геноцида армян, не может быть такое. Люди не могут такого совершать. О, еще как могут. Еще как могут. Поэтому, ты знаешь, есть два пути, когда ты с этим сталкиваешься, либо засунуть голову в песок. Нет, этого ничего не было, это придумано, Холокост-то не было, геноцид армян не было, ГУЛАГа не было, ничего не было этого. Все это мелкие случаи раздутые. Ну живи так проще, как страу, засунув голову в песок. Есть другой вариант, когда ты смотришь на это честно. Что творится? Есть ли у тебя гарантии того, что это не повторится снова? Скажешь, пастор, ну уже не 20 век, а 21 век. И что? Если цифра изменилась, теперь что? Зла стало меньше, что ли, а, милые? Это повторяется и повторяется, и часто это повторяется, когда люди даже не думают, что это может повториться. Нет, такое не может никогда повториться. Что? Сердцу стало теперь лучше у людей? Нет, такое же сердце. Лукавое и крайне испорченное. Вот и творится вот эти беззакония. Творятся эти ужасы. И когда ты признаешь себе, да, это есть, это было, это может повториться, то возникает вопрос, а что же делать? Что же делать-то? Что же делать? В свое время очень сильно пытались решить эту проблему с помощью просвещения, целая эпоха просвещения. Люди верили, чем больше будет просвещения, чем больше будет знаний, чем больше будет культуры у людей, тем они станут лучше и добрее, и милее. Но опять-таки, все это разрушилось в 20 веке, когда после всех этих просвещений, Вольтеров, Руссо, была Первая мировая война, Вторая мировая война, куча разных войн. И сегодня постоянно на земном шаре ведется около 30 войн. Постоянно. В одном месте заканчивается, в другом начинается. Иногда немножко больше, иногда меньше. Но в среднем 30 войн происходят на земном шаре каждый день. Не безумие ли это, милые мои? Не безумие? Что же делать? Как же? Как же? Люди думают, нет, мы как-то напряжемся, мы будем как-то на свою ум надеяться, что мы сможем распознать. И вот, знаете, тут самая большая ошибка. Я вам должен признаться, я сам одно время был в этой иллюзии, что можно как-то так вот развить в себя свой ум, что ты понимаешь. И тут я понял, да никогда ты так не разовьешь ум, что ты будешь отличать, потому что всегда найдутся те, кто хитрее и лукавее, чем ты. И обманут тебя. Ты-то думаешь, что ты сам решаешь. Знаете, у нас есть часто такая иллюзия, мы решили. Да что вы решили? Что вы там решили? Я как-то натолкнулся на одно очень такое интересное социологическое исследование. Можно вот еще один слайд? Исследование очень интересное. Был такой социологический опрос в странах Европы. Сколько процентов людей в разных странах готовы в случае своей внезапной смерти завещать свои органы для пересадки после их смерти. И вот провели социологическое исследование в разных странах. И вот посмотрите, очень интересно, сколько процентов готовы завещать. В Дании 4%, в Голландии 28%, в Англии 17%, в Германии 12%, в Австрии 100%, в Бельгии 98%, во Франции 100%, в Венгрии 100%, в Польше 100%, в Португалии 100%, в Швеции 86%. И ученые задумались, почему взять похожие страны, вот, например, Австрия и Германия. В Австрии 100%, в Германии 12%. Почему вдруг так? Или, например, вот, если мы возьмем Дания, Дания 4%, а, ну, близкая к ней, вот тоже возьмем, если скандинавов, в Шведы 86%. Почему так? Ну, почему так? Потом стали это изучать, и оказалось, смотрите, очень-очень интересно, очень интересно, что все дело было в анкете, которую предлагали людям для опроса. Страны слева должны, там была такая анкета, что нужно было поставить галочку, если вы хотите участвовать в программе донорства. Если вы хотите, вы должны были поставить галочку. А страны справа, была та же самая анкета, но там было кое-что перепутано. Нужно было бы поставить галочку, если люди не хотели участвовать в программе донорства. А люди, как правило, не любят в анкетах ставить лишние галочки. И поэтому, в принципе, и в правых, и в левых странах люди сделали почти одно и то же. Знаете что? Не поставили галочку. Но из-за того, что вопрос был сформулирован по-разному, готовы ли вы участвовать в программе донорства в левых странах, или готовы вы не участвовать, результаты оказались очень разными. То есть, посмотрите, результаты очень разные, потому что просто-напросто там была манипуляция людьми, которые составляли этот социологический опрос. Я к чему говорю? Мы иногда думаем, я понимаю, я вижу, я знаю. И мы порой сами даже не подозреваем, насколько нас легко ввести в обман, насколько нами легко порой манипулировать. Есть определенные всевозможные там технологии, есть вещи, которые хорошо знают там в СМИ и прочее, прочее. Недаром тот же Адольф Гитлер так напирал на пропаганду, почему там Геббельс, лидер пропаганды, был таким важным, да, в Третьем Рейхе. А он понимал, да, вот от пропаганды зависит очень многое. Настроение народа. Настроение народа. Опять-таки я подчеркиваю, эти исследования не проводили, там не где-то, вот там не поймешь где, а среди образованных, цивилизованных европейских народов. И мы видим, что даже этими народами как легко манипулировать. Сегодня нам порой кажется, мы понимаем, мы знаем, и даже не подозреваем, насколько же нами манипулируют порой, когда нас как бы подталкивают к необходимому ответу, а нам-то кажется, мы сами до него дошли, мы сами независимы, решаем все. Независимы. Что ты решаешь? Это иллюзия часто. Я вам скажу, очень часто свободный наш выбор, это иллюзия. Нам кажется, что мы выбрали свободно, но тут нами манипулирует культура, там какие-то мнения общественные, то, что нам прививали, сказки всевозможные, и мы приняли решение. Нас просто подтолкнули принять именно определенное решение, но мы даже не догадываемся об этом. Не догадываемся об этом. Я считаю, что вот этот простой пример с этим циологическим опросом, он очень многие вещи объясняет, как свести с ума целые страны, как было в Германии, да, во время Третьего Рейха, как люди могут совершать безумие, создать определенные условия, а уж эта злоба, агрессия, ненависть изнутри, она уж сама вырвется. Тут уж никого учить не надо. Это живет там внутри, это находится, как вулкан. Может, пока этот вулкан спит, но там-то внутри все клокочет, там внутри все горит уже. И только время, когда однажды вся эта масса вырвется наружу. Вот поэтому Справа говорит, мы внутри намного больше похожи на Адольфа Гитлера, чем на Иисуса Христа. Он живет, у нас нет, пастор, я никогда такого не совершал, не совершал. Кто тебе отдает? Отдали бы, посмотрели бы мы на тебя. Как говорит Алла Борисовна Пугачева, если вы прославились, или стали богатыми, с вами нужно знакомиться заново. Потому что люди вдруг начинают проявлять такие гадкие качества. Откуда? Откуда у них такое появилось? Да всегда было. Просто вулкан пока еще спал. А тут подходящая возможность, и это все вырывается, вырывается наружу. И вы знаете, драгоценный, когда об этом думаешь, даже немножко страшно становится, а? Ты посмотри вокруг, сколько здесь вулканчиков-то расселось у нас, а? Сидишь, скажи, пастор такой красивый, сегодня утром готовился, там рубашечку надел, там причесался. Такой молодец сидишь, да? Спящий наш вулканчик. А что там внутри у тебя творится? Кто-то, может, утром с женой поссорился. Были такие, кто поссорился? Ну-ка, посмотри мне в глаза. На детей кто-то наругал, может, там нахамил кому-то, а? Братья, кто там машину сегодня в церковь вел? Я знаю, что сейчас у нас же праздники, да, и там движение такое. Может, там ты разозлился и назвал несколько участников дорожного движения самыми неприятными словами, а? Скажешь, пастор, извини, жизнь такая, жизнь такая, жизнь такая, дороги такие, да, пробки такие. Да нет, причина-то не в этом. Дороги, пробки – это лишь подходящие условия для того, чтобы спровоцировать то, что живет внутри тебя. Если бы нечего было провоцировать, то что? Дороги бы, пробки никак не помешали бы нам, а? Живет внутри это. Это злоба, живет внутри. Это агрессия. И поэтому Священное Писание показывает нам выход. Этот выход отличается от того, что предлагает там эпоха просвещения, великие гуманисты предлагали, там, вот, знание, там, культуру. Классику, ну что, Гитлер любил классику, Вагнера слушал, и что? Облагородился так он? Я чуть-чуть столкнулся благодаря своей жене с неким миром искусства. Вы знаете, там просто, ой-ой-ой, как непросто все. Я вижу, что эти люди, которые поют прекрасные арии, исполняют музыку Моцарта, Баха, Бельховена, там потом, после этих выступлений, с удовольствием кушают друг друга. И то, что он тут вчера еще играл Моцарта, не помешало ему сегодня подлянку своему соседу из оркестра сделать? Не помешало. Почему? Вулкан внутри, спит, ждет подходящего часа, чтобы вырваться наружу. И когда это все вырывается, мы хватаемся за голову и говорим, как такое может быть, как такое может быть? А потом проходит время, и мы не хотим даже об этом думать. Этого не было, это преувеличено, такого не было. Да какой нет? Это страшные вещи, потому что у многих из сидящих вот здесь в зале сколько людей было уничтожено, да? Во времена Сталина. И сегодня, когда ставят ему памятники в нашей стране, думаешь, как так? Скажешь, пастор, ты в политику влезаешь. Да я и не в политику влезаю сейчас. Мы политикой на штырке никогда не занимались. Я о другом сейчас вам говорю. О том, как порой часто мы не хотим видеть реальность. Мы ее приукрашиваем. А то, что нам не нравится, мы говорим, это ложь, такого нету. Так мы кажемся себе лучше, благородней. Потому что трудно говорить о святости русской души, когда ты смотришь, что у нас происходило в 20 веке. Какие вещи творились у нас в стране. Нет, этого не было, аду проще так. Потому что тогда вся святость твоей русской души разлетается в дребезги. А остается, вот то, что написал пророк, лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Поэтому и священное писание, и рецепт показывает. Послушайте. Вот посмотрим того же Изекииля, да? Поставил проблему, давай решай ее. Смотри, Изекииль, 36 глава. Конечно, он не свою проблему решал, то, что Иеремия ему поставил, говорит, лукаво сердце человеческое, что делать? Изекииль говорит, хорошо, у меня есть ответ. 36 глава, 25 стих. И окроплю вас водой чистой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. В этих словах говорится пророчески о Новом Завете, потому что весь Ветхий Завет был основан на заповедях. Это хорошо, это плохо. Это правильно, это неправильно. Крошка, сын пришел к отцу и спросил Акроха, что такое хорошо и что такое плохо. Папа показал ему Ветхий Завет. Все. Но от того, что человек знает, как правильно, как неправильно, что-то не шибко он меняется. Не сильно-то он меняется. Все равно делает зло. Еще раз повторяю слова Павла. Понимаю, что доброе, да? Ну, не делаю. Злое? Понимаю, что злое? Делаю и делаю, делаю и делаю. Бедный я человек. Делает он вывод. Потому что внутри меня вот этот вулкан лукавства. Зло бы. периодически вырывается наружу, нанося порой мелкие, а порой крупные разрушения окружающим вокруг меня. И можно заниматься культурой, можно слушать музыку, можно читать умные книги всевозможные. Мы, помните, я не хочу сейчас вот это как бы пренебрегать этим. Мы с Дианой любим и книги читать, и музыку хорошую слушать классическую. Я говорю о том, что это не делает нас лучше. В чем-то интеллектуально, душевно, богаче. Но сердце испорченное, оно порой использует самые хорошие вещи для ужасных дел. Понимаете? Ужасных дел. Поэтому пророк и говорит, выход только один. Нет, это не ум твой, умник ты наш. Это не ум наш. Дам вам сердце новое. Новое сердце. Но это не новые заповеди. Заповеди Ветхого Завета устарели. Они сейчас для многих народов не актуальны. Там вот эти всякие там парапеты нужно делать вокруг крыши. Много заповедей. Нам это не нужно на Урале здесь. Поэтому Иисус пришел и чуть доработал, модернизировал Ветхозаветные заповеди. Это неправда. Новый Завет, он в принципе отличается. Это не просто внешние правила, внешние, пришедшие извне постановления. Так хорошо, так плохо, так делай, так не делай. Нет. Это уже не с твоим умом, имея дело, под которым легко, как я сказал, быть обманутым нашему уму. Легко нами манипулировать. Это другое. Бог проникает в самую твою сердцевину. Сердце. И говорит, я дам тебе новое сердце. Новое сердце. И дух новый дам тебе. И ты будешь исполнять и творить добро. Не потому, что тут есть уже великие заповеди, которые тебя регламентируют. А потому, что внутри тебя новое сердце, которое желает творить новые дела. Как это выразил блаженный Августин. Возлюби Бога и делай, что хочешь. Вот это и есть новое сердце. Какое новое сердце? Любящее Бога. А что значит любящее Бога? Потому что мы видим в истории, в том числе христианство, немало агрессии, злобы. Сколько христиане начинали там крестовых походов, воинов. Даже у тех же солдатов фашистской Германии было на пряжках, с нами Бог. Но это совсем не то, о чем говорил Иисус. Это просто-напросто, опять-таки, старое сердце в религиозном обличии. Это псевдо-христианство. Это псевдо-вера. И эти псевдо-верующие с удовольствием давят, уничижают друг друга. Всех, кто не так верит. Вот мы верим так, а эти чуть-чуть не так. Уничтожить. Эти так, а вот эти немножко и по-другому. Уничтожить. Это говорит о том, что религиозная оболочка есть, а внутри тот же самый лукавый, развращенный дух, лукавое сердце, крайне испорченное. Что Иисус приносит? Он приносит нам внутреннее возрождение, обновление внутри сердца нашего. Обновление. Как я сказал, это сердце, которое любит Бога, но есть и еще кое-что. Смотрите, вот у пророка Иезекииля, 11 глава, еще есть пояснение, вот про это новое сердце. Если в 36 главе мы читали, что это сердце новое, то смотрите, в 11 главе Иезекииль говорит, 19 стих, «И дам им сердце, смотрите, очень интересно, «дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим». Вот это новое сердце, Иезекииль уточняет, это единое сердце. То есть это не просто, вы знаете, вот старое сердце, это сердце эгоистическое, я и все остальные. С этим я так отношусь, с этим так, с этим так, и ты строишь со всеми свою политику, дипломант ты такой, все исходя из своих личных интересов, интересов твоего эго, ради которого ты готов и соврать, и обмануть, и на компромисс пойти, лишь бы эго было лучше. Так вот новое сердце, которое дает нам Господь, это сердце единое, единое с другими, единое. Ты вдруг начинаешь видеть в других самого себя, и поэтому, говоря словами Христа, ты можешь любить ближнего, как? Самого себя. Но ты же не будешь себе вреда делать, а новое сердце, оно расширяется. Раньше вот твое сердце было вот, вот тут, вот в твоем кожаном футляре, а теперь это сердце, оно словно выходит за этот кожаный футляр, и оно начинает охватывать других людей, охватывать. И как Павел говорит, вам не тесно в моем сердце, целым городам было не тесно в сердце Павла, такое большое сердце у него было, поэтому у него и большое служение было. Сегодня очень часто большое служение, потому что большое эго, а не большое сердце. Поэтому запах от этого другой идет совершенно. Но когда большое сердце, когда ты наполняешь, это сердце охватывает многих и многих и многих людей, Им не тесно в твоем сердце. И твое сердце преисполнено этой благодатью. И для тебя не возникает вопроса, когда ты видишь, что кому-то нужно помочь. Помочь ему. А если кого-то унижают, защитить его. Почему? Да потому что ты же не хочешь, чтобы тебя унижали, чтобы над тобой издевались. А у тебя сейчас сердце единое, оно его охватывает. Кого сейчас унижают? Кого сейчас оскорбляют? Ты чувствуешь, что это словно тебя касается. Вот что такое новое, возрожденное сердце. И это очень отличается от религиозных игрушечек. Когда старое вот это дух, старое сердце, полное эгоизмы, лукавства, испорченности. Строит из себя святошу. Тартюфов, говоря словами Мольера, вот знаете, лицемерие такое. Такие правильные все, такие хорошие. А внутри то же самое. Мерзость. Вот это и есть настоящее фарисейство, о котором говорил Иисус. Наружу вы кажетесь такими благочестивыми. А внутри, как гробы окрашенные, полны мертвых костей. Внутри ничего не произошло. Лишь внешнее изменение поведения. Такой религиозный член общества. И так горько, когда 25 лет назад, помню, мы начинали, мы верили, что вот этот дух возрождения наполнит Россию. Верующих было очень много. А сейчас на самом деле верующих за 25 лет стало очень много. Но с горечью нужно признать, что это не совсем то, о чем мы тогда мечтали и молились. Помните? Не совсем то. Это не просто куча религиозных людей, а куча возрожденных. Но мы видим, не так уж многое изменилось. Религиозных стало больше. Но не стало меньше ни агрессии, ни злобы. Правда же? Не стало меньше. Почему? Так сердце то же самое. Что может поменять надетый крестик на шее, если сердце старое? Что может изменить там иконы или поклоны, или кресты там красивые? Или даже Библии, которые мы тут читаем, если сердце это старое? Если сердце это полно вот этих гнилых так костей, лукавое и испорченное. Вот поэтому так много зла приходит из религии. Почему так много зла приходит из религии? Да там те же самые сердца. Поэтому мы видим в истории христианства так много позорных страниц. Почему? Да старые сердца просто использовали, как фиговые листочки Адам с Евой использовали для прикрытия. Также используются места из Библии, чтобы прикрыть себя, оправдать себя. А внутри-то та же самая гниль, та же самая гадость внутри остается, не меняется. Поэтому посмотри внутрь себя, насколько эта сила возрождения действует в тебе, насколько вот этот дух внутри тебя является этим единым духом, любящим Бога и любящим ближних твоих. Потому что возрождение – это не просто обряд, вышел, сказал молитву или покрестился, ушел, все, все по-другому. Часто не происходит по-другому. Это возрождение внутри тебя, оно должно происходить постоянно. Возрождение. Потому что дьявол часто пытается взять реванш в нашей жизни, вернуть нас в старое, вот в это лукавство. Поэтому приходится порой бороться. Я уже давно отчаялся разобраться своим разумом, своим умом, интеллектом. Как пел Борис Борисович Гребенщиков, теперь нас может спасти только сердце, потому что нас не спас ум. Вся последняя история человечества показывает, нас не спас ум. Немцев не спас ум от фашизма. Нас не спас ум от гулагов. Он не спас, сколько зла было совершено. Единственная надежда – это сердце возрожденное, когда Бог говорит, помещу мой дух в них. Это совсем другое. Поэтому Иисус и сказал своим ученикам, которые пожелали на тех, кто их не принял, не звести огонь с неба. Он сказал им, не знаете, какого вы духа. Люди порой знают, какой они религии, какой они динаминации, какой они конфессии. А вот духа-то какого? Дух-то какой? Потом происходят вещи, которые ты смотришь, вот это ужас, как такое творится. Обман, зависть, неблагодарность. Неблагодарность. Я не так давно наткнулся на один репортаж из городка Владимирской области. Там есть продуктовый магазин. И владелец этого продуктового магазина уже восемь лет бесплатно выдает хлеб пенсионерам и малоимущим. И вы знаете, что он получает в ответ? Критику и непонимание. На мысль начать выдавать талоны на бесплатный хлеб, его навели старушки, которые у кассы отчитывали мелочь, чтобы взять лишнюю четвертинку. И он решил, в месяц выдает 10 талонов в одни руки на получение батона белого хлеба и половинки черного. 10 талонов в месяц выдает пенсионерам, малоимущим. К этой акции местные жители быстро привыкли и начали устраивать скандалы. Покупатели обещали жаловаться, писать заявление в прокуратуру, в администрацию президента, если вдруг хлеб заканчивался. Один пенсионер разбил витрину костылем. Привыкшая к регулярной раздаче на праздники сушек и пряников женщина обещала исписать всю книгу жалоб, если ей ничего не выдадут. Даже собственная жена упрекнула владельца этого магазина за бесплатную раздачу хлеба при таком отношении покупателей. Многие посетители магазина уверены, что акция по раздаче хлеба федеральная и предприниматель на ней еще наживается. Один мужчина в присутствии журналиста утверждал, что хлеб выдается по распоряжению Путина. Другие пишут благодарственные письма мэру и губернатору. Иногда пожилые женщины пытаются несколько раз вставать в очередь и получить больше бесплатного хлеба. Кто-то пытается получить талоны для всей семьи. Продавцам угрожают, обзывают. Но владелец магазина все равно продолжает раздавать бесплатный хлеб. И вот он сказал своим продавщицам в магазине, девочки, этим людям никто никогда не помогал, поэтому они не верят в добро и злятся. Но мы не ради их спасибо это делаем. Сразу вспоминается народная поговорка. Не делай добра, не получишь зла. Или как помните, в советское время ходила байка такая, как один пожилой дедушка. Помните тогда квас в больших бочках таких на разлив был, да? Вот. Он как-то пришел, привезли бочку, и он сказал продавцу, сколько стоит вся бочка. Тот ему сказал цену, и он говорит, знаешь что, вот я тебе даю эти деньги на всю бочку. Вот. И распоряжаюсь. И сказал, что все могут, кто хочет пить, приходите бесплатно пить. И через 10 минут там начался мордобой. Ну, в принципе, в наше время тоже такое бывает. Я вот видел там недавно в Москве, кто там тоже бесплатно раздавали, там просто убийство творилось. Мордобой. Приехала милиция, повязала особо активных любителей кваса. И потом задали правомерный вопрос этому дедушке. Говорит, зачем вы это устроили? А он сказал, знаете, я пожилой, до коммунизма не доживу. Хотел посмотреть, как это будет. Понимаешь, люди могут на всем сделать ужас. Казалось бы, бесплатно радуйся. Нет, мы будем друг другу морды бить за благословение. Будем друг другу морды бить. И поэтому апостол Павел, смотрите, Галатам 6 глава 7 стих пишет. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем. А наипаче? Наипаче своим поверье. Когда Бог возрождает твое сердце, возрожденное сердце, возрожденный дух, он начинает и сеять в дух. Да, порой встречаются неадекватные реакции. Тебя не благодарят, как эти пенсионеры этого владельца магазина. Но с другой стороны, он и говорит, а им добра-то сколько, много же делали им добра. Они не верят, что добро можно так получать, а поговорка-то у нас бесплатный сыр в мышеловках только вот. Везде ж подвох мы видим, правильно? Везде подвох видим. Везде видим какое-то коварство, везде видим какое-то лукавство. Людям делают добро, даже бывают первые какие-то порывы, а потом с него по-старому. Как помните, мы в прошлое воскресенье с вами разбирали, как чародеи и волхвы Вавилона, которых спас от смерти, от казни Даниил. После этого снова стали строить козни против Даниила. Помните? Неблагодарное, лукавое, развращенное, испорченное сердце. Саул, которого пощадил Давид, не убив его, хотя у него была вся возможность. И более того, Саул был агрессивно настроен против Давида. Так Давид его пощадил, Саул был восхищен его поступком, но через некоторое время опять стал строить планы по уничтожению Давида. Не оценил. Лукавое сердце человеческое и крайне испорченное, говорит Священное Писание. Поэтому можно не использовать в этих словах грех, но внутри тебя столько вот этого, этой гадости, вот этого, то, что мы говорим, этот вулкан колокочущий. Никак его, никак его своими силами не изменить. Поэтому там написано в современном переводе, это неисправимо. Как бы ты ни пытался, вот ты пытаешься исправлять, ты пытаешься как-то это менять, а оно неисправимо. Потому что исправить это может только Господь. А все наши благие намерения, они в ад часто нас уводят. Эти попытки. Ничего хорошего не происходит. Поэтому Павел и говорит, дорогие, давайте будем жить вот этой жизнью духа, жизнью сердца. Поэтому мы в последнее время и говорим так много о духовной жизни. Потому что вот только познание Господа может что-то радикально изменить внутри нас. Я за 25 лет своего пастырского служения увидел, что часто богословские доктрины, теологические знания, которые мы приобретаем в церкви, порой не сильно-то нас меняют. Да, знания появились, а жизнь-то старая. Я давно уже не уповаю так на ум, как это было когда-то. Смотришь, люди там что-то знают, изучают Библию, читают, цитируют, а потом такое творят, такое совершают. Наш ум даже из Библии сделает непонятно что. Даже Библию мы можем сделать орудием для уничтожения друг друга. Даже из слов Христа мы можем сделать себе повод для ненависти к ближнему своему. Вот что делает ум. Так много в нас вот этой извращенности, лукавства. И только Дух Божий может нас возродить и сделать нас не улучшенными, а, как говорит Павел, новым творением во Христе Иисусе. И закончить я хочу знаменитыми словами 50-го псалма, 50-й псалом, 12-й стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Или в современном переводе это так и звучит. «Сотвори, Боже, чистым сердце мое, дай духу правды вновь жить во мне». Я думаю, это так важно, чтобы мы, когда утром просыпаемся и молимся, я порой наблюдаю, часто люди по утрам, когда в церковь приходят, нас волнуют заботы этого дня. И, конечно, я понимаю, это естественно. И мы начинаем промаливать, чтобы тут было так, чтобы тут было так, чтобы там было так, чтобы тут было все хорошо, чтобы там все удалось, чтобы тут мы не опоздали. То есть мы начинаем промаливать, мы начинаем промаливать события. То есть мы хотим как бы так сложить обстоятельства дня, чтобы все было благополучно. Но мне кажется, намного более важно молиться к Господе. Новый день. Друг правды, обнови внутри меня. Потому что, вы знаете, может быть, кого-то это удивит, но по большому счету, для Бога не так-то важно, что произошло с вами в этот день. Нам это, конечно, важно, нам получше хочется, а ему не так важно, ему намного более важно, как мы себя проявили во всем этом. Поэтому не случайно не дьявол, а именно Господь созидает в нашей жизни тяжелые, тесные обстоятельства, чтобы спровоцировать вулкан внутри тебя. Скажешь, зачем? А чтобы ты увидел себя во всей твоей красе, чтобы ты увидел, что же живет-то в тебе, а вон оно оказывается. А ты-то хочешь, чтобы у тебя все хорошо было, тебе кажется, что внутри-то у тебя все отлично, лишь бы еще снаружи в твоей жизни все хорошо было, и ты будешь доволен. А Бог говорит, да слушай, не обольщайся. У тебя такое сердце, кто его знает, как написано, да, у пророка, кто же его знает? Да Бог знает. И он показывает тебе, показывает тебе. И каждый раз, когда ты говоришь, пастор, я тут не сдержался, ой, тут у меня вот тут... Это ты не сдержался, это ты проявился на самом деле. Просто ты проявил себя. Просто ты показал себя. Что порой наша вера, это такой же, как и культура, тоненький слой сверху. Немножко поскребет жизнь этот слой, и там опять ужас. Фобос и Деймос начинаются внутри тебя. Вот ты такой красавец. Никакие твои красивые костюмчики, никакие твои модные ботиночки много не изменили в твоей жизни. Такой ты, может быть, нарядный весь, такой весь в пиджачках ходишь. А внутри-то ты кто? Лукавое сердце у тебя. И крайне испорченное. Вот о чем христианство, вот о чем говорил Иисус. Он направлял все навнутрь. Царство Божие внутри нас. Найти вот эту жизнь внутри. Иисусову жизнь, чтобы из чрева твоего потекли реки воды живой. А не злоба и агрессия. А это возможно только когда новое сердце у тебя. Новое сердце. И дать его может только Господь. Ни культура, ни образование, ни там твои какие-то попытки стать лучше. Это все похоже на попытки Барона Минхаузена самого себя вытащить за волосы из болота. Не получится. Не получится. Это самоправедность. Это самообман просто-напросто. Только Бог может сделать, когда Он приходит в твою жизнь. А Бог приходит в твою жизнь, когда ты понимаешь все о себе. Понимаете? Когда вот ты понимаешь все о себе, какой ты хороший. Бог приходит и говорит, вот ты такой хороший. Когда ты думаешь, как я думаю, я такой хороший, Господи. Такой проповедник тут прям хороший тут такой. Бог говорит, смотри, сколько в тебе еще эгоизма. Сколько в тебе еще самолюбования. Сколько в тебе еще всевозможных этих вещей. Ты-то думаешь, Иисус, Иисус, Иисус. Но нос-то твой вылазит. Покрасивше хочешь выглядеть? Получше? Да, Господи? Ну, вот так. Когда ты вдруг начинаешь разочаровываться в себе. И с этим сталкиваются все. Когда честно смотришь, начинаешь разочаровываться в себе. И люди этого мира, не видя ответа, не зная выхода, кто успевается, кто еще что-то происходит. Потому что он разочаровывается в себе. Все. Выхода нет. Скоро рассвет. И полетели. Все. Но у нас есть выход. У нас есть. Когда ты вдруг разочаровываешься в себе, ты начинаешь смотреть на твоего Господа. И начинаешь говорить словами псалмопевца. Господи, помоги. Господи, исцели. Сердце чистое сотвори во мне. И дух правый. Обнови внутри меня. Возроди меня, Господь. Я хочу не быть этим номинальным, формальным таким христианчиком. Я хочу быть человеком Божьим. У которого есть единый дух. Который наполнен любовью к тебе и ближним своим. А это только Бог может дать. Он источник. В нем жизнь. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Аллилуйя. Господь всемогущий, спасибо тебе за твое слово, которое честно, как зеркало, показывает нам наш же собственный портрет. То, какие мы есть в действительности. Спасибо тебе, Господь. Я молю тебя, чтобы мы не пытались улучшать себя своей самоправедностью. Потому что это то же самое эго просто в религиозных одеждах. Это та же самая старая жизнь, которая имитирует новую жизнь. Но нам не нужна эта иллюзия. Я молю тебя, чтобы мы не жили в этом обмане, в этих иллюзиях. Я хочу, Господь, чтобы мы были честны и искренне. Потому что все общение с тобой, все в этом общении начинается с честности и искренности. Это глубинная, предельная честность. Только в тебе упование, только в тебе, Господь, надежда. И без тебя мы не можем делать ничего. Ничего, Господь. Я молю, приведи каждого, кто в нашей церкви, каждого, кто сидит в этом зале, каждый, кто смотрит эту трансляцию или запись по интернету. Приводи его к этому, к этому пониманию. Без тебя не можем ничего, Господь. Ты нужен нам, помоги. Возроди нас. Аллилуйя. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. И дух правый обнови внутри меня. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok